Говорили, что иудаизм как течение, как религиозное течение, появилось по всей вероятности во времена Вавилонского пленения, когда народ был лишен храма, да, и возникла необходимость нового толкования старых законов. И впервые иудеи, и иудаизм, термин мы встречаем в какой книге? Эстер, да? И были у иудеев свет и радость и так далее. Почему они названы иудеями? Потому что это были в основном представители колена иуды. Хотя я верю, что там были и из других колен евреи. И вторая версия говорит, что термин иудаизм возник во времена Маковеев, в противоположность эллинизму. Что такое эллинизм, что такое иудаизм? Чем эллинизм отличался от иудаизма? Да. А это греческая культура, да? Помните? Да. Были евреи, которые назывались эллинистами. Эллинисты – это не эллины. Так как мы говорили, литвин – это не литовец, да? Или литвак. Вот. То есть они не были эллинами, но они были в греческой культуре. Они одевались, как греки, они не соблюдали некоторые законы, многие не обрезывались, носили нееврейские имена, но в то же время они продолжали быть евреями. Но были они иудеями? Не были, да? То есть это были два еврейских течения, которые враждовали друг с другом. И, вы знаете, эта вражда наиболее обострилась во времена какого царя? Антиоха. Какого по счету? Четвертого. Который был прозван Епифан, да? Епифан высокородный, а евреи говорили Епиман, то есть придурговатый. И этот царь вводил в жертвоприношение, вы помните, да? Осквернил храм. И после этого маковеи очистили храм. И после этого уже развились такие вот четко несколько течений в иудаизме. Развились течения в иудаизме. Помните, фарисеи, кто еще? Саддукеи и Иесеи. Да, фарисеи, Саддукеи и Иесеи. И так как в это время, в это время уже было порабощение у римлян, вначале у греков, а потом, вы помните, у римлян были евреи в порабощении, то многие евреи ждали Мессию, да? И некоторые из евреев думали, ну хорошо, мы ждем Мессию, но мы должны какие-то принимать конкретные шаги. Это опять-таки применение Торы, да? В Саддукеи, где вообще Мессию не ждали, они делали то, что делали, то, что предписано в книге Левит, да? Да, вот, но фарисеи и Иесеи ждали Мессию. И они особое значение законам чистоты стали придавать фарисеи, а уж Иесеи совсем. Значит, фарисеи сказали, вы знаете, Мессия должен прийти, но он не придет до тех пор, пока народ Израиля не будет достаточно чистым. Есть определенные законы чистоты и нечистоты, которые касаются священников, и законы чистоты и нечистоты, которые касаются всего Израиля. Вы помните, что можно быть нечистым, например, как при проказе, а потом для того, чтобы очиститься, нужно свидетельство священников, да? Принесение определенного вида жертвы, омовения и так далее. И только тогда человек считался чистым. Были менее важные законы о чистоте. Нужно было вымыться вечером, да? Евреи часто мылись, потому что они много грешили. Вот, и вы знаете, что в Западной Европе тех, которые часто мылись, да, обвиняли в определенных, да, что они тайные евреи. Я вам, кстати, рассказывал, почему русские моются под проточной водой, а в Западе наливают в миску и моются в миске, да. Потому что евреи именно омовение существует ритуально проточной водой. И для того, чтобы не было быть похожим, мыться, то все-таки умываться надо, да? Но чтобы не было похоже на евреев, значит, делали таким образом. Чтобы их тайно не обвинили, что они евреи. Хорошо. Значит, фарисеи сказали, что должен народ быть особо чистым. И поэтому есть законы ощущения, да, еще мы говорили, есть законы, вообще не надо мыться. Нечисто до вечера. И все, можешь не мыться, ночь настала, а ты уже чистый, да? Вот. Но фарисеи, они начали особое внимание уделять этим законам чистоты и нечистоты. И есть законы чистоты для левитов, да, и священников. И есть законы чистоты для всего Израиля. Ну, вот, например, омовение рук. Когда мы говорим, Заповедовал ли Бог омовении рук? Который осветил нас своими заповедями, да, и заповедовал об омовении рук. Заповедовал Бог об омовении рук? Так заповедовал или не заповедовал? Не заповедовал. И ты прав, и ты прав. Заповедовал. Но только для священников. Когда они приступают к служению или к поеданию хлеба святого, который снят с салового предложения. Правда? А где-то по отношению к всем людям, евреям, есть такая заповедь? Нет. Но фарисеи рассуждали так. Мешиев придет, когда мы будем достаточно чистыми. Вот такими чистыми, как священники. А может, еще чище. Вот поэтому Иешуа говорил. Не обязательно, ребята, мыть руки. Но это не касалось санитарных, что христиане отличаются от евреев тем, что не моют руки. Вы сами понимаете, да? Вот. Это просто касалось ритуального омывения. Или, например, видите, вот этот вопрос о разделении мясной и молочной пищи. Как вы думаете, во времена Иешуа делали такое? Ну, я думаю, что это делали только самые крутые фарисеи. Правда? Потому что Бог этого не предписывал. Они сделали сначала ограду. Сказано, не вари козленка в молоке матери и не ешь. Я думаю, что это связано с каким-то определенным языческим обычаем, которого уже сейчас не существует, и которого мы точно не можем соблюдать. Потому что трудно найти в мясокомбинате именно того козленка, а потом пойти в молочный магазин и купить именно того молока. Правда? Потом еще надо сварить его, а потом его еще надо съесть, чтобы нарушить этот закон. Практически сейчас нарушить этот закон ни один еврей и не еврей не может. Но он существовал. Но подумали, да. Вот увидят, что кто-то ест молочную пищу и мясо. И подумают, а вдруг он соблюдает этот закон? Вот чтобы такого не было, помните, бы говорили, ограду. Поставили ограду. А курицу? Можно кушать с молоком? Вот видите, ортодоксальные евреи, фарисеи. Сейчас была группа евреев, которые говорили, что можно. Караимы. Я сам такой к группе относился. Да? Мои предки. Итак, видите, это ограда. А почему курицу нельзя? Курицу уж точно в молоке ее матери не сваришь. Правда? Да. Понимаете, в чем дело? Это уже, конечно, абсурд. Да, некоторые говорят, что и рыбу нельзя с молоком есть. Я уже вообще не понимаю, на каком основании. Если, как говорил один одесский поэт, идти последовательно, то надо иметь два туалета. Один для мясного, другой для молочного. Есть молочный соус, который... Да. Ну, в общем, понимаете, полнейший абсурд. Но такие законы вы можете встретить. Или в субботу нельзя раскрывать зонтик. Нормально? Как говорят американцы, this is a bread of Seavey Cable. Правда? Ну, зонтик раскрывать, это похоже на то, как раскрывали скинью. Ставили. Палатку, шатер. Кстати, огромное спасибо за подарок, что вы у меня сделали эту юрту. Так, здорово. Я как раз это юрте рассказывал. В воскресенье. Величевский, да. Это здорово, действительно. Хорошо. И так вот ставили шатер. А зонтик, это как будто бы раскрывание шатра. Ну, вот такие законы придумывали. Правильно это или неправильно? Вот об этом и говорил Ишуа. Что вы, ребята, тихо бредите. Да? Вы заменяете заповеди Божьи заповедями человеческими, неудобно носимыми, совершенно непонятными. И вместо того, чтобы говорить о милости, о спасении, вы начинаете вот эти заповеди ставить поперек Бога. Вот о чем говорил Ишуа. Он вовсе не выступал против нормального, здорового иудаизма. И нормального, здравого выполнения Божьих заповедей. Против такого. Или, например, вот ешь ты свинину, и что-то ужасное произойдет. Ну, вообще-то, конечно, свинину не нужно есть. Я сам не ем. Ну, не по той причине, что я так уже сильно крутой. Вот. Я могу и съесть там колбасу. У меня зрение плохое, если там маленький кусочек сала попадется. Я его просто не вижу. Но для фарисеев, для ортодоксальных евреев это очень важно. Хорошо. А вообще-то, вы знаете, что это такое означает? Это значит, что если ты съешь сало, ну, дело в том, что иногда евреи просто заставляют есть сало, чтобы отказаться от иудаизма. Это уже другое дело. Просто хилу ля жа. Хилу ля жа. Ну, вообще, если вы там случайно съели кусок сала, то вы просто до вечера, даже вам мыться не обязательно, не сможете сходить в храм, которого нет. Вот и все вам наказание за это, чтобы вы поняли. То есть фарисеи ставили это в основу угла. Ну, и есеи были еще круче. Кстати, учение о сынах тьмы, сынах света. А кто, может, Лукьяненко читал? Дневной дозор, ночной дозор. Да? Это все тоже есейское учение. Вот. Сыны света и сыны тьмы. О чем пишет? Иоанн, кстати, пишет. А Иоанн кто был? И брат Иоанн, Андрей. До того, как они пришли к Ишуа. Они были есеями. Они были ученики Иоанна, который был есеем. Он жил в пустыне. Об этом написано тоже. Вот. А есеи вообще этим законом принимают. Ладно. Если вы будете так особо очищены, вы станете сынами света. И сыны света победят сынов тьмы. Когда мы будем говорить о буквах, о символике, напомните мне, чтобы я вам рассказал о еврейской свастике. Это интересно. О сынах света и о сынах тьмы. И есеи доходили до того, что они не женились и не имели детей. Ну, в конечном счете, они, в общем-то, естественным путем, я думаю, и вымерли. Но фарисеи после разрушения храма сохранились. И не только сохранились, и размножились. И в результате вот такое фарисейское толкование Торы, оно сейчас возобладало. Вы должны обязательно понимать, что мы ничего общего с фарисеями не имеем. Мы иудеи. Но мы иудеи, и наш учитель, иудей, кто? Ешуа. Вот. И мы должны слушаться тому, чему он учил, и он дал нам, он не дал нам абсолютное толкование всех законов Торы. Понимаете? Он дал нам образец, как толковать правильно Тору. Да? Он дал нам образец, как правильно толковать Тору. И мы так должны толковать Тору, а не так, как фарисеи. И многие мессианские евреи вот на этом притыкаются. Потому что они думают, что если они не такие, как ортодоксальные евреи, вот не так выглядят, не так вот ходят, не так летают. Знаете, анекдот? Не так свистишь, не так летаешь. Я вам потом расскажу. Вот. То уже они не евреи вовсе. Вы должны понять, есть много разных тоже течений иудаизма. Было течение иудаизма, например, которое пришли фалаши, вот эфиопские евреи. Там жертвоприношение у них не было связано с храмом. Поэтому они до сих пор приносят жертвоприношение. Кстати, некоторые христиане, ну, не приносят как жертвоприношение, а как упоминание жертвоприношения. Например, грузинская, армянская церковь, шашлычки жарят, барашка. На Пасху, вы знаете, еврею осталось на Пасху только косточка. Караимы на Пасху пасхального ягненка ставили, потому что они не были связаны с храмом. То есть, есть разные течения и есть разные толкования Торы. Но, к сожалению, вот такое фарисейское возобладало. И ни в коем случае мы не должны себя считать чем-то ниже или чем-то обделеннее, если мы не будем делать все так, как делают фарисеи. Или ортодоксальные евреи, да? Ни в коем случае у нас не должно быть такого мнения. Если даже мы будем, как говорится, мы будем все это делать для того, чтобы их привлечь. Ну, вы знаете, мы их не привлечем. Во-первых, потому что, как бы мы ни делали, всегда они найдут в этом что-то плохое. Правда? Смысл-то ведь не в том, является ли Ишуа Божьим Сыном, является ли он Богом. Вот это принцип. Они еще могут сказать Божий Сын, как в таком отвлеченном понятии, что все мы Сыны Божьи, и согласиться, что Ишуа был такой вот великий пророк, и так далее. Но весь вопрос между иудаизмом и христианством стоит, да? Кто? Я есть, да? Вот, ты Сын Божий, сказал Петр, и это открывает не мудрость человеческая и не то, как мы это делаем внешне, а это открывает только Дух Святой. Ну, конечно, брать определенные полезные вещи мы должны из этого. Но мы должны понимать, что мы не такие, как они, и не будем такие, и слава Богу, что мы не такие. Вы помните, что в 70-м году нашей эры произошла большая трагедия. Да. Он не просто рухнул, а храм был уничтожен, да? Храм был уничтожен. И в результате этого евреи разделились. Были мессианские евреи, верившие Ишуа, соблюдающие еврейские традиции. И когда мы читаем Деяния Апостола, там написано «тысячи иудеев», и они все ревенители закона, да? Вот среди нас много. Значит, там десятки тысяч. Десятки тысяч ревенителей закона были среди верующих Ишуа в Мессии, среди христиан. И они были прекрасные ревенители закона. Вот. Но были такие, которые жили в эллинистических традициях. Были разные. Правда? Если, говорится, вопрос о деяниях апостолах. И многие берут пятнадцатую главу Деяния Апостола за образец, что нужно и что не нужно делать в церкви. Шел тогда вопрос что-то о церковной дисциплине или о церковной литургии, или о том, что нужно делать в церкви. Вы должны понимать. Там узко шел вопрос. Появилось много верующих Ишуа, о ужас, они не евреи. И что теперь с ними делать? Правда? И сказали, что они должны соблюдать, мы будем говорить когда о законах Ноя, что они должны соблюдать определенные законы, которые входят кстати к законам Ноя. И не должны соблюдать определенных чисто узко еврейских законов. Но там ничего не говорится о соблюдении или несоблюдении Торы евреями. Понимаете? Чтобы быть четко об этом тоже понимаете. И некоторые говорят, что вот церковь не должна соблюдать десятину, потому что в 15 главе Деяния к апостолу ничего не говорится о десятинах. Там что-нибудь говорится о десятинах. А что-нибудь говорится там о субботе. Да ничего там не говорится. Потому что для евреев это было естественно. Так же самое, как это было естественным для неевреев, которые присоединялись к евреям. Правда? То есть вы должны понимать. И мессианские евреи просто были отторгнуты. Были отторгнуты от течения иудаизма. Была придумана специальная поправка к конституции. Как я говорю, есть молитва Шмане Эсре. 18 благословений. Было добавлено проклятие. И кто там читал, это если кого-то подозревали, что он такие мессианские евреи или верующие в Ишуа, ему составляли читать эту поправку. Если он сбивался, значит, его ждали преследования. Кстати, тот, кто сам придумал эту поправку, однажды два часа вспоминал и не мог вспомнить то, что он сам сочинил. Я думаю, это Бог показал. А позднее, когда евреи были рассеяны по всей Римской империи и много язычников присоединилось к церкви, стало и уже стали не думать не о том, что делать с неевреями церкви, а что делать с евреями, которые случайно уверуют в Ишуа Мессия. И вот если часто можем видеть церковь такое, ну, ты еврей, а ты не ешь сало, вот, насть, ешь, ешь, сало, ешь, пирожок со свининой. Мне однажды Бог дал откровение насчет этих пирожков. Я вам рассказывал? Иду я мимо вокзала, там, конечно, остановка 31-го, 28-го трамвая, да, иду я мимо вокзала, и там продаются пирожки. А я голодный такой, так мне этих пирожков захотелось, знаете, жареные, с мясом пахнут. я такая мысль, у меня бог разговаривает с мисси формы, пирожки с мясом, раз, 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 подхожу, а там еще сидят собаки, и на эти пирожки тоже смотрят. И другая мысль формы, а вот и мясо для этих пирожков. Так что мне Бог давал откровения определенные тоже по этому вопросу. Поэтому насчет того, что свинина есть или не есть свинина, может человек быть верующим в Ишове и есть свинина, может человек быть верующим в Ишове и не есть свинина, да? Евреи должны обрезываться, и в этом никакого вопроса не шло. Даже Павел, который по вопросу обрезания очень четко подходил, то он что сделал с Тимофеем? Обрезал, потому что его мама и его бабушка были еврейками, да? И даже современные евреи скажут, что он кошерный был еврей. А Тита он не обрезал, правильно? Говорит, мы на этом твердо настояли. И правильно сделал. То есть, еще раз должны вы запомнить, что вот эта 15 глава Деяния апостола вовсе не говорит о том, что нужно делать или не нужно делать церковь, оно решало свой вопрос о язычниках, присоединившихся к общине верующих Иешуа, которые были в основной своей массе евреями. И когда Иерусалим осадили, мессианские евреи, вы помните, они вспомнили, что есть такая, Иешуа пророчество дал, что когда увидите Иерусалим осажденным, бегите в горы. И они действительно, когда был краткий промежуток времени, между Веспасианом и Титом, Иерусалим оставался беднадзорным, там осада толком не было снята, но и четко не было такой вот награды. Они ушли из Иерусалима, их посчитали предателями. А другой учитель, Йоханан бен Закай, сын Закея, не знаю, был ли он сын того маленького Закея, который там бегал и смотрел на Иешуа, да? Но крайне веро, он был бен Закай. Этот Йоханан бен Закай попросил у императора Веспасиана дать ему один город, где могли бы укрыться еврейские мудрецы. Как этот город назывался? Явне. Явне, он и сейчас этот город существует, это курортный городок на берегу Средиземного моря. Ну, там уже фарисеи начали мудрить, мудрить, замудрять. Ну, мало осталось еврейских мудрецов, но они были очень мудрыми. Поэтому они решили, что вот все, что наше наследие, чтобы оно не было забыто, надо записать. И как они назвали то, что они написали? Кто помнит? Мишна. Мишна, да? Мишна означает повторение. Мишана. Шана повторение. Они записали и разделили это на шесть таких главных трактатов, касающихся основных, я сейчас не буду подробно их называть, это не входит в тему сегодняшнего занятия, я просто даю исторический обзор. Шесть основных трактатов Мишны. Это было толкование Торы. Но было это толкование связано только с Божьим откровением? Нет. Это было больше связано с традициями. С традициями равен, в частности, с фарисейскими традициями. И Мишну они писали примерно с 70-го по 200-й год нашей эры. Затем евреи никогда не останавливаются на достигнутом. Они решили, что Мишну тоже надо комментировать. И еще 300 лет комментировали с 200-го до 500-го года. И это как называлось? Гемара. Гемара. Но случилось так, что евреи из страны Израиля под нашествием христиан, после того, как христианство было принято в Рийской империи, были выселены полностью. Поэтому часть мудрецов занималась в Израиле, и они написали Гемару свою. Вот и Гемара и Мишна вместе, что называется? Талмуд, да? И вот они написали Мишна одинаковая, а Талмуда два. Вот они написали свою Гемару, и этот Талмуд какой был? Иерусалимский. Они писали где-то примерно до 350 года. Вот, евреи запретили жить на территории Израиля, и все эти мудрецы разъехались в разные стороны. Поэтому Иерусалимский Талмуд, он какой оказался? Незавершенный, да? Но евреи в Вавилонии, то есть на территории Ирака и Ирана жили в более таких благоприятных условиях. И они писали до 500 года. До 500 года они писали Талмуд. Вот, и этот Талмуд уже какой был? Вавилонский. Вавилонский более полный Талмуд. Но как ни комментирую, все равно возникают многие такие вопросы малопонятные. И евреи в это время рассеялись уже по всему миру. Ну, еще Америка не была открыта, но говорят, что американские индейцы тоже имеют что-то общее с евреями. Не знаю. Но во всяком случае, во всем тогда существовавшем мире, как говорят о Кумене, уже евреи жили. И у каждого были вопросы, что делать, да? И они посылали эти вопросы к еврейским мудрецам. Еврейские мудрецы, они были мудрым мудрецы, даром они не работали, поэтому каждому такому вопросу нужно было приложить мешочек золота. Но это ответы на вопросы равен, это так называемые респонсы, по-латыни ответы, респонсы. Они до сих пор, вот, например, в интернете мне приходилось встречать, это действительно до абсурда. Дорогой Рамбе, у меня в холодильнике провелось молоко и на курицу. Ответьте мне быстрее, что теперь делать, а то курица протухнет. Ну, из Европы караван в Аггалоне полтора года туда шел, полтора года обратно шел, холодильников не было, что с той курицей оставалось? или ее съедали или выбрасывали. А если вопросы там как жениться или вопросы развода или какие-то еще более сложные вопросы. Да? Очень сложно стало это делать. Поэтому решили. И первый умный такой еврей, который нашелся, это был Рав Гершом. Рав Гершом. Рав Гершом жил в городе Майнце. Это в Германии. Город Майнц уходил в состав Священной Римской империи. И он был как бы придворным евреем. Знаете, такие придворные евреи были. И однажды с ним случился такой случай. У него было две жены. Одна жена была молодая и красивая, а одна жила старая. И молодая и красивая жена познакомилась с одним начальником охраны дворца. А Рав Гершом был министром финансов. Ну, как всегда, еврей заведовал финансов. И она своему любовнику стучала на него. Кончилось с тем, что Рав Гершома посадили за растрату. Ну, не знаю, насколько это было справедливо, но посадили его в высокую темницу. И сидел он в этой башне. и тогда старая жена взяла шелковичного червя, который пополз в окошко этой башни, а потом протянулась тонкая ниточка, а потом протянулась веревочкой, он по этой веревке уже по канату сбежал с башни. Скорее всего, она подкупила стражу. Но Рав Гершом так был потрясен этим вопросом, что сказала отныне у евреев может быть только одна жена. и не два, и не три, и не четыре. Рав Гершом занимался еще вопросами, например, разводом, вопросы, если человек погибает где-то далеко, а остается жена. Непонятно, вдова она, да? Или не вдова, что в таких случаях делать? То есть у него были разные интересные и мудрые тортования. Он первый, кстати, запретил вскрывать частную переписку. то есть действительно это было очень интересно. И вот он придумал очень интересный закон. Он сказал, что каждая эда, что такое эда, мы говорили, поместная община имеет право на свою галаху. Да, и я очень согласен с Раби Гершовым в этом отношении. И это очень хорошо касается еврейских мессианских общин. Потому что мы, как правило, своей галахи такой выработанной не имеем. Ортодоксальные евреи имеют уже такую твердую галаху. А мы еще своей галахи не имеем. И по всем вопросам, и я хочу, чтобы вы учились, вот, и не только слушали то, что я вам скажу, но и научились сами создавать свою галаху выводить. Естественно, если вы собираетесь всей общиной и утверждаете, что вы будете хлебопреломление проводить именно так. И это уже является для вас законом. По какому принципу? То, что связано на земле, то связано на небе. Но если меняются обстоятельства, вы можете сменить свою галаху. Запросто вы можете изменить свою галаху. галаху. Итак, раб Игершон первый сказал, что каждая община может иметь свою галаху. Создались две таких традиционные школы, сифардская школа и ашкенатская школа, и они тоже по-своему трактовали галаху. Была еще такая группа людей, которые занимались писаями. Помните, мы говорили, Масара называется традиция, да? И эта группа людей, они жили примерно с 7 по 10 век нашей эры в Вавилонии, получали название традиционалистами, традиционалисты, или как наиврите Масареты. Масареты. Масареты занимались упорядочением того, что мы имеем сейчас, Танаха. Они разделили и четко сказали, какие книги входят в Танах, то есть занимались канонизацией, да? Потому что были еще книги, которые не вошли в Танах, апокрифы разные, они не вошли в Танах. Просто мы знаем, что маковейские книги, например, там приписки книги Даниила и так далее, они есть и в христианской традиции у некоторых, некоторых нет. Дальше что сделали Масареты? Разбили все книги на главы. Есть такое разделение на главы в Торы? Вот если вы читаете текст Торы в развернутый такой, как читают, нет, правда? Они разделили на главы. Каждые главы они разделили что? На стихи, да? Параллельно шел и у христиан этот процесс. Поэтому мы видим, что в христианской Библии и в Библии еврейской в общем-то совпадает нумерация. Но иногда бывает, что не совпадает. Вот иногда я пользуюсь Торой и потом смотрю, с Библией оказывается, что там разные главы получаются, да? Поэтому в общем нумерация совпадает, но часто не совпадает. Нумерация псалмов, она вот у нас идет, например, по Библии, которая была приведена греками, то есть септуагинта. И поэтому тоже на них совпадает. В западную, например, там в западной украинской Библии, вот возьмете, там другая нумерация псалмов. Но все-таки отличается. И кроме того, они занялись таким вопросом. В Торе нету гласных. Мы когда будем изучать еврит, да, в еврите есть только согласные, есть такие краткие звуки, которые полугласные, или немые, которые могут служить гласными. Но читаться они могут по-разному в зависимости от обстоятельств. Пока передавалась традиция из уст в уста, проблемы не было, да. Но как только пришлось евреям рассеянными быть по всему миру, чтобы они правильно и одинаково читали Тору, что были придуманы? Некудот. Слово никуда, да. Некудот, да. Некудот означает огласовки. Это точечки такие, вы будете изучать, да, они ставятся сбоку, под, черточки, точечки, которые обозначают гласные буквы. Так как это делалось в Вавилонии, то там гласных звуков больше, чем у нас. И вот немного есть сложность в прочтении. И кроме того, они окончательно уже сделали еврейский молитвенник. Еврейский молитвенник, как называется? Сидур. Сидур. И так как есть две еврейские традиции, ашкенатская и сифарская, то тоже есть два сидура. Да, сидур нусах ашкенас, то есть нусах это литургия, да, ашкенатская литургия и сидур нусах сфарат, да, сифарская литургия. И оба, в общем-то, по-своему хороши. В Ашкенатской там есть некоторые места более интересные, в частности, касающиеся Хавдалычева, нет, сифарская, но сифарские более полные, сифарской традиции. И для того, чтобы правильно интонационно читать, были еще придуманы знаки кантиляции. Если вы посмотрите тоже на литурник или тор, вы найдете вот такая вверх, да, вот такая скобка, замыкающая скобка, это еврейские ноты. Это еврейские ноты. Они не показывают абсолютную величину, там, допустим, до, это есть всегда до, да, но означает повышение, понижение, тона и различные интонации. Это сложно очень, и тот, кто этим занимается, тот знает. И таким образом вот этот текст, который отличается от оригинального текста, который, но который мы можем видеть сейчас, получил какое название? Масаретская. Масаретская Библия. И Масаретская Библия, она стала как бы канонической Библией. Также Маймонит придумал свою систему толкования Торы, и этот труд получил название Мишне Тора, буквально повторение Торы. Вот Маймонит как раз разделил вот эти 613 заповедей, о которых мы говорим, да? У него была своя система толкования Торы. А позднее Йосиф Коро, Йосиф Коро, он жил уже после того, как евреи были изнаны из Испании, в 1492 году, когда евреи изнали из Испании, ему было 4 года. Он поехал в Израиль. Израиль в то время находился в какой стране? Ну, я не говорю о географическом, а в каком государстве находился Израиль? Турции, да? Он же находился в Турции. И Йосиф Коро, в частности, поселился в городе Цфат. Он был каббалистом, и оттуда уже много каббалистов пошло на севере Израиля. Он написал книгу, которая называется Шульхан Арух. Шульхан Арух. Я запишу вам. Есть Шульхан Арух полный, есть Шульхан Арух Кицур, знаете, Бекицур, Бекицурс-Кайфасовский. Поэтому, если, допустим, вы пойдете в синагогу, и вам нужно какое-то толкование данного закона, вы пойдете к Равину, скорее всего, какую книгу он возьмет? Шульхан Арух, да? Но там Шульхан Арух, кроме того, что написано в Талмуде, еще много разных всяких традиций, кстати, нехороших каббалистических традиций, чтобы вы понимали, потому что сам Коро был каббалистом. Но Коро, Ясиф Коро жил в Испании, стало быть, какой он традицией придерживался? Сифарской традиции. А Ашкеназы некоторые вопросы по-другому толковали. Поэтому чуть попозже появился такой Раби Маше Иссерлис. Раби Маше Иссерлис. И он к этому Шульхану Аруху сделал скатерку. Шульхан стол. Сейчас повторю. Шульхан стол. Арух Орех это значит обед, да? Стол накрытый к обеду. А он сделал скатерку. А скатерть что по-украински мапа, да? Что на еврейском? Мапа. Мапа карта. Мапа карта. Карта мапа. Ну, мапа, да, скатерть. И карта тоже, да. И на свое время в еврейском и карта тоже. Эраби Маше Иссер Лис сделал добавление, которое получило название скатерть. Которое получило название скатерть. Примерно до 18 века евреи жили изолировано в Европе. в Западной Европе они жили в таких поселениях специальных, которые как назывались? Гетто, да? Гетто. Вот. Когда Екатерина Вторая завоевала Польшу, она сделала такую резервацию, знаете, как американцы там резервацию для индейцев сделали, да? Она сделала такую огромную резервацию для евреев. Как это место получило название? Черта оседлости, да? Западные губернии были выделены для поселения евреев. Остальным евреям запрещалось длительно проживать, если они не были крещеные или если не были там под особым покровительством царским. И евреи жили изолировано буквально по средневековым законам. И в 18 веке развилось течение, которое получило название образование. Как на евреите будет образование? Гаскала. Гаскала. Гаскала образование образованный москелим. 18 век это был век атеизма. И многие евреи посчитали, что все иудаизмы и все старые забобоны абсолютно сейчас непригодны. И надо искать что-то нового, да? Многие евреи не считали себя евреями, в частности евреи Германии. Они просто говорили, мы немцы, немцы, немцы. Их в Освенцию отправляли, они говорили, мы немцы, да? Такая трагедия была страшная. И они уже стали говорить на немецком языке, и богослужения на немецком языке проводить. И вот таким образом возник реформированный иудаизм. в 1801 году банкир Исраэль Якобсен на собственные деньги открыл школу для бедных детей. Эту школу, кроме евреев, кстати, посещали и христиане. И она процветала вплоть до прихода Гитлера к власти, до 1933 года. Существовала эта школа. Здесь, в этой школе для бедных детей, он начал еженедельно проводить службу, на которой еврейские молитвы проводились на немецком языке. Пелись гимны, ритуал был коротким, проходил спокойно и упорядоченно. Кроме того, еженедельно читалась проповедь. А в ортодоксальной традиции проповедь редко читалась. Ну, разве что два-три раза в год по большим праздникам. И детям, и некоторым из взрослых друзей Якобсона понравились такие новшества. Дети начали приглашать на эти служения родителей. И таким образом, через детей, можно сказать, возник реформированный иудаизм. Реформированный иудаизм. Но потом в Европе случилась трагедия. В 1848 году произошел ряд революций, в частности, в Германии. Тогда уже и Карл Маркс появился на сцене международной, помните, да? Вот, и да. Вообще-то он был Мардыхай Леви, но Карлом Марсом он шесть лет стал. Да. Фамилия его была Леви, Маркс взял фамилию его отец. И евреи, естественно, участвовали в революции. И когда началась реакция, что? Кого в первую очередь били? Евреи. Поэтому много евреев поехали в Соединенные Штаты Америки. И центр реформированного иудаизма пересестился в Соединенные Штаты. Потом пришло еще примерно 50 лет и в конце 19 века сколько у нас еще минут? 12-20. Три минуты. Да. И в конце 19 века евреи во множестве стали в Соединенные Штаты ехать в результате гонений. Да? Погромов. Погром он до сих пор и на еврите погром. Это такое слово, которое международное. А аналогов нету, да? Только погром. И вот эти евреи, которые приезжали туда, я тоже хотел бы некоторые фильмы посмотреть, в частности фильмы «Однажды в Америке», знаете? Очень интересный фильм про еврейскую фафию. У меня есть о ландском фильм, очень интересный. Вот может как-нибудь устроим такие просмотры. Я бы хотел все-таки, да. Кто желающий просто после занятий как-нибудь. Да, и эти евреи были в основном бедными, в то время как те евреи реформированные были богатыми и знатными уже евреями, они тут имели большие традиции, а эти евреи считались как бы евреями низшего сорта. Но те традиции, которые были хороши для гетто или для черты оседлости, они совершенно не годились для Америки. В то же время эти евреи не хотели становиться слишком уже реформированным. И какое развилось течение? Консервативный иудаизм. Итак, вы видите, есть очень много течений. Да, еще буквально две минуты расскажу. примерно в 1730 году возникло еще новое течение. Как называется? Хасидизм. Хасидизм, да? Был такой Исраэль Баалшемтов. Баалшемтов это не фамилия его, это его звание. Это соответствует чудотворец звания. Хозяин доброго имени. Было много Баалшемтов. Исраэль Баалшемтов первый сказал, что, знаете, ребята, мы настолько уже замудрились, что уже дальше идти некуда. Бога надо познавать просто. И любовь, есть много притч, да, пастушок может славить Господа. И они обратили внимание на то, что Бога надо хвалить. Бога надо хвалить, да? И поэтому они создали целое течение хасиды благочестивые. И первоначально это было революционное течение. И я думаю, что Дух Святой там реально действовал. Но впоследствии они занялись кабалой и, естественно, скатились до таких вот весьма жалких позиций. сам Баул Шевтов он говорил, однажды было у него такое видение, он подошел к дереву и заплакал. Его ученики стали говорить, что такое? Он говорит, у меня было видение в последних днях. Последнего времени хасидские равен и размножатся как саранча и своей нетерпимостью и нелюбовью будут мешать прихода Мессии. Еще у нас осталось одно течение караимы, мы поговорим после перерыва. КОНЕЦ